Всем привет! С вами Роман Миров. Вы готовы поглощать новую информацию в виде наших интересных, горячих и актуальных новостей? Тогда мы готовы вещать. Настраивайтесь на нашу чистоту и будьте уверены, вы не зря проведёте время. Кто сводит с ума певца Текилу? Какое музыкальное направление стало самым модным за последние несколько лет? Почему на открытие клубов любят приглашать Тимати? Самое интересное, об этом и не только, узнаете через несколько секунд в новом выпуске Низбокс. Звёзды российского шоу-бизнеса всегда кажутся очень строгими и требовательными. Выставляют жёсткие райдеры организаторам концертов и закатывают скандалы, если что-то не выполнено. А вот кто качает права у них дома и чьи требования они обязаны выполнять, узнаете от Гели Петровой из специальной рубрики «Звёздные питомцы». Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами находимся в очень интересном месте. Это офис певца Текилы. И прямо сейчас мы с вами посмотрим, как же всё-таки проходит по-настоящему его рабочий процесс. Пойдёмте со мной. Саш, привет. Вот, пожалуйста, самая настоящая картина. Оказывается, все хиты пишутся именно вот в таком положении. Расскажи, кто это? Это наш студийный друг. Если бы он был бы девочкой, то мы бы назвали его музой. Несмотря на гастрольный график и большую занятость артисту, Текилла возится со своим питомцем, как с маленьким ребёнком. Ещё бы, ведь от него зависит его будущий альбом. Поэтому с дисциплиной в офисе всё строго. Ему вообще два месяца только. И мы стараемся его приучать сходу к дисциплине, к организованности. Ну, в общем, это просто его такой домик. Мы заметили то, что самая любимая его штука – это подходить и развязывать шнурки. У нас весь офис ходил вот так вот с развязанными шнурками. Вот так болтались они. Он их кушает, грызёт. Ну, в общем, весело. Я сказал, чтобы к нему приезжал дрессировщик прямо вот с двух месяцев. Потому что мы хотим, чтобы у нас была прям серьёзная, классная, образованная, воспитанная собака. У всех фанатов сразу стал вопрос о том, куда же делся их любимец и первенец Текилла Фаррелл. Ведь у него даже есть свой Инстаграм и своя стая разношерстных поклонниц. Фаррелл сейчас живёт на даче с родителями. Я его перевёз на время альбома. Потом я его заберу обратно на квартиру и обязательно привезу его сюда в офис познакомиться. Потому что эта собака вырастет раз в 10 больше Фаррелла. Поэтому нужно их как-то подружить, что ли, пока он ещё маленький. Инстаграм будешь заводить ему отдельный? На самом деле я бы не хотел бы этого делать. Просто Фаррелл сам додумался, завёл Инстаграм. Он пока что ещё маленький. Ну что ж, вот мы и узнали, кто является главным помощником Саши Текилла в написании нового альбома под названием «Головоломки», который выйдет совсем скоро. Мы надеемся, что этот малыш будет продолжать его вдохновлять на новые песни. Дай привет зрителям телеканала Russian Music Box. Хрюкает, слышно, не знаю, нет. Музыкальная индустрия настолько разнообразна, что многие просто не успевают следить за новыми течениями. Но только не телеканал Russian Music Box. Мы всегда в курсе последних трендов и с удовольствием расскажем об этом вам. На днях в Москву приезжали популярные трэп-исполнители из Амстердама. А организовало всё это, конечно же, Радио Рекорд. Репортаж с места событий вы увидите через мгновение. Трэп – это новый стиль музыки, который буквально недавно ворвался в Россию. Молодёжь буквально стоит на ушах, потому что их разрывает изнутри. Посмотрите, что творится в клубе Space сегодня. Очень жаркая атмосфера, потому что лучшие исполнители этого стиля сегодня здесь. Смотрите дальше. Эта музыка создана для клубов, и нам нравится создавать музыку для клубов. Это некое смешение хип-хопа и хаоса. И нам нравится эта музыка, она очень энергичная. Да, и это круто, что она стала популярной в России. Несмотря на то, что трэп обрёл такую резкую популярность в России, некоторые не до конца понимают это направление и даже хотят научиться беззаботно танцевать под жёсткие звуки электроники. Главный вопрос сегодняшнего вечера, знаешь, какой? Научи меня танцевать правильно под такую музыку. Я, знаешь ли, старенькая уже не умею. На самом деле под трэп особо-то танцевать не надо. Нужно просто врываться. Молодёжь прыгает. Я не думаю, что они танцоры, но им весело. Теперь все любители трэпа наверняка знают, что главные вечеринки проходят вместе с Радио Рекорд. И чтобы зарядиться позитивными вибрациями и получить бесплатный мастер-класс по танцам, следите за новостями телеканала Russian Music Box. На днях открылся новый клуб под названием «Сказка». Огромная очередь и переполненный танцпол стали хорошим началом для нового места московских тусовщиков. Все подробности узнаете прямо сейчас. Самая гламурная молодёжь собралась сегодня на открытии нового клуба. На танцполе кипят жаркие страсти, а на сцене выступает один из самых жарких артистов российского шоу-бизнеса. Кто это? Конечно же, Тимати. Салют Москва! Салют Москва! Возьмите ваши руки, Москва! Синь! 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 Пока мне действительно всё нравится. Хорошая программа, хорошая публика. Почему бы и нет? Так что, думаю, советую телезрителям Russian Music Box обратить внимание на это место. Команда PR Future поработала над открытием клуба «Сказка» как следует. В доказательство тому Тимати как всегда раскачал зал, а публика оставалась в клубе до восхода солнца. С таким удачным началом у нового заведения и явно хорошие перспективы. Завтра смотрите Дайджест Ньюсбокс. Всё самое интересное за неделю. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Роман Миров. Будьте всегда на стороне оптимизма и чаще делайте добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин